а теперь на ку-7 ребята будем пробовать дизелек трехлитровый сейчас постепенно здесь стекло глянец ну это я вот как-то прошлый раз говорил и вот это вот глянцевой истории конечно не моя даже на q5 мне нравится как-то больше чем здесь в этом q7 ну так ощущение что машина очень широкая очень широкая здесь так же самое да цифровая приборка из интересных фишек основных здесь у нас сиденья комфортно и на мой взгляд на самое комфортное сиденье который мог быть в ауди помимо классических регулировок угла и всем там подобного да вот сидеть комфортно давайте здесь покажу нажимаем на сиденье у нас появляется она здесь и уже отдельно регулируется обхват верхних подушек чувствуете у нас начинает обнимать нижний ворсина нижнего да 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 соответственно это по валюту регулируется здесь также здесь мы своим можем включить один из вариантов массажа плюс у каждого массажа три интенсивности и также здесь мы с вами можем регулировать обогрев то есть например акцент либо на верхнюю подушку либо на нижнем на месте и точно также вентиляция регулируется соответственно пассажира все это делается аналогично то же самое да ну в общем это про передние сиденья задние просто подогрев до задней просто обогрев но вот у 7 что умирается у них масса регулировок по наклону спинки и также на большинстве моделей он еще есть за вперед но это очень сразу продвигая да вот по сравнению даже сейчас с q5 вот именно удобство комфортно ну прям среднем довольно нормально сидений плюс обратите внимание 3 за fix на заднем ряду это редкость здесь крыши да что это за комплектация можно мне массаж пока выключите тоже я засну там из-за что есть кнопка там есть кнопка быстрого доступа но ты там включение выключение того массажа которого крайне раз пользу но может соответственно через это меню все сделать комплектация машина собрана на линии бизнес как раз по умолчанию отключается у нас тут электрикотороль до пневмоподвеска доводчики 21 диски минимум вот это комфортный салон музыка bank and all of some виртуальный купит навигация все это у нас уже идет в базе проекция это как тоже доп опции здесь ведь она присутствует плюс здесь так бизнесу здесь у нас камера 360 появляются вот с автоматической парковкой они разумеется автоматически переключается когда эти период фронтальной работает к назад задние можно вручную все это переключать можем посмотреть что творится по передних колес вдоль бордюра решили прям для вас точно также около задних игре камеры в зеркалах до артина картинка 3d да то есть вот такого формата на плюс даже то что она с этим зумом то есть можно прям идеально давать смотреть что вокруг автомобиля происходит что сюда из фишек можно доставить но здесь я вижу у нас чего не хватает пакет город мониторинг слепых зон ведь у нас фонари большие дополнительные да то есть помещение данный автомобиль у нас еще и с пакетом путешествия с адаптивным круиз-контролем вот это у нас выставляем расстояние до впереди идущего автомобилю тебя оказались там да ну и разумеет скорость максимально до которого готовы следовать перед идущий автомобиль а так на себя просто да да то есть от себя это выключение отлично а что здесь за материал вот этот вот сиденье идут комбинированные сейчас это идет кожа милана с кожей крикит то есть крикит это то что нас по центру по грубее что слышно про audi вообще откажутся они от кожи вот как сейчас тенденция идет чтобы как бы все разрабатывать там новые эти не кожаное сиденье но я между покрытие с тем чтобы животных беречь сам и так далее то есть уже многие об этом заявили они слышали там что он правде audi уже свой нал калькантара сделали называется материал динамика вот сейчас соответственно искусственный материал монопол который очень тоже используется но он используется в качестве но комбинации с натуральной кожей пока натуральной кожи не отходит но это вопрос опять же мне кажется времени сейчас такая тенденция права наблюдается все да по поводу вот таких черного и светлого салона это вот стандарт идет в черном долг вообще вообще эти вот сейчас мы купят и на черном ездили да и понял вопрос короче когда арт это светлый когда стандарт светлый когда берешь пакет из line внутри будет там черный потолок по умолчанию пакет из а понятно а здесь установим просто как отдельно чёрный потолок а это не из line а дополнительно просто черная то есть как эффектно графит какой-то но очень интересно смотришь они скрипят эти вот но если крыша вовремя проходить то и и смазывай до разумеется с резинками все нормально здесь нету доводчиков и так вот есть есть что-то не понял я закрыла она не закрылась а я был не прав до первых щелчка не закрыто есть нужно обязательно да не оставьте первый щелчок произошел потом он доводит да 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 все я был не прав доводчиками и последняя сколько примерно то стоит вот модель это 21 год это двадцать первый год из не очень хороших фишек и нюансов сегодняшних реалий дорогу комплектацию невозможно заказать и собрать если именно и вот эти родственные подогрев руля и это раз да и просто даже ли не бизнес нельзя выбрать даже пустую линию бизнес почему потому что сейчас здесь нас обогрев лобового стекла есть обратите внимание мы не видим здесь сетки потому что он здесь пленочный пленка до недоступна данная опция панорамы недоступны электрорегулировку руля недоступна это тут тоже недоступны это то что мы говорили до двадцатого года до сожалению но тем не менее вот она сколько стремени если сейчас ее собрать отдельно по опциям я думаю что она вышла бы но дороже восьми точно 8 с половиной 8 с половиной а вы какие-то скидки даете вообще сейчас можно у вас что-то получили не так стать вопрос денис если что-то в наличии не это вот именно я понимаю сейчас с этим всем этом но если собрать по конфигуратору там и отдать вам и ждать полгода или год рискали могу вам пообещать любую скидку 50 процентов просто суть в чем сейчас цены в договоре не не фиксируется не все не фиксируется потому что отпускные цены завод для нас тоже точно так же не фиксируется то есть сейчас сказки все по поводу скидок вот это сказки вообще или ну вы просто можете какие-то подарки дать или клиентам честно говорю что давайте сейчас соберем машину закажем будем ждать скидки подарки все будем обсуждать момент прихода автомобиля для меня важный вопрос вот собрался я допустим покупать машину водку 7 не понравилось какая схема работы вот я понимаю что в данных реалиях пока там может быть какие-то полгода надо брать из того что есть правильно вот что у вас а вы как заказываете мы их не заказываем сейчас машин нам бюджет их импортер собирать те машины которые можно сами считаю плитующих которые существуют а понятно то есть на они смотрят из запчастей что они могут поставить и они все это собирать и вам присылать раньше вы заказывали сами а сейчас довольство с тем что есть то что привык я хотел с этим разобраться я реально я рассматриваю машину то есть на когда-то я поменяю машину понятно но я хочу понимать какая идет вот как реальные перспективе покупателя то есть мне давно нравится audi да и вот как вариант допустим ски а я не зайду не куплю никакую машину потому что отношение клиентам такое что я даже не понравится машина я не пойду туда ты как отбросы какой-то к тебе вот ты там уже сейчас за 4 миллиона какую-нибудь там этот самый уже ближе как моему кодиаку там тебе на тебя не смотрят даже не тут не там не где я был в разных этапе в краснодаре и в том числе этому то есть не пойду туда принципиально это как у меня отношения с такой самсунг вот они мне один раз накололи я принципиально не покупаю самсунг вот здесь вот то же самое поэтому я реально рассматриваю вот понятно что восемь с половиной для меня сейчас какие-то немыслимые цифры но я понимаю что для меня в свое время 2 и 4 за мой кодиак было тоже немыслимые цифры я рассматривал миллион максимум добавить к своему продажи своего ситроена там и купить что-то но так сложилось у меня появилась возможность появилась идея я купил как бы поэтому я понял со временем что нельзя отбрасывать свои мечты да то есть 80 на нацелиться на 10 и зарабатывать эти деньги тогда а если ты будешь думать что купить за 500 вот так ты будешь зарабатывать поэтому какие-то цели надо ставить выше себя и что это естественно машина ну вот вид там и так далее мне это нравится поэтому я рассматриваю реальные вот что сейчас нереально купить то есть то что у вас есть поэтому ну то и взять а поскольку сейчас электроники не хватает то то чтобы мне хотелось наверное и не взять ближайшие давайте отвечать у меня у нас на этот год вот до конца года было еще 20 квот на q8 так 20 вот нам их сократили до 1 1 1 машина до а заказов вас много все ждут ну они уже сейчас заплатить раньше у нас было вас 20 процентов потом 10 процентов потом 300 тысяч рублей а теперь 100 тысяч рублей то что мы прекрасно понимаем что зачем вам там морозить миллиона у нас да и ждать в море погоды когда даже у нас нет понимания когда эта машина приедет импортера нет понимания ну то есть как сказать не время покупать машину время покупать из наличия не время заказывать и так считаем потому что заказ это все во-первых не ясно не по срокам не по ценам не почему может ситуация получится вот как с этим прекрасным q7 которым все банки стоит да он подорожал там 1800 клиент отказался он отказался ну ладно продавить скидку но разумеется но объективно если у нас на заднем дворе как хорошие времена стоял бы там 500-700 автомобилей на заднем дворе я думаю нам бы там разрешили одну машину там в ноль можно небольшой минус продать но сейчас это абсурд делать потому что реально нечего торговать смысл сейчас если звать милиции конечно торгуем в прессе то уже хорошо так ну ладно цена это хорошо собственно как она едет здесь что у нас уже пневмо да здесь пневмо подвеска он уже по моему там сколько две с виной тонны 2 300 сколько у него там но я посмотрю конечно сколько разгон у него заявлен 77 до 69 если быть прям совсем . 69 это пятиместная версия 7 это семиместная версия то есть медленнее чем q5 да а поярче можно сделать не туда конечно тускловато немножко в этом во время тест-драйве там пока индикация яркость все настраивается отдельно то есть нас темнее ярче затемнение приборов так где тут отдельно включается что включить камеры а тут прям кнопка тоже эти динамические линии до так вторую девушка проекция там интересно так беленьким ухты раскричался как-то подожди далеко 6 учет и кричишь так волнует да ладно не волнуйся я сам волнуюсь да мне нравится посадка здесь и там а в обычных сиденьях не спорт как вот на купе там нормально или обычный сиденья быть эти вот спортивные комфортнее да не до блинов не чем нравится именно спортивный сиденье вот именно по своей форме по боковой поддержке то что подушка регулируется поводит и нравится когда материал кожи алькантар используется что алькантаре как я стал правильно сейчас будет динамика материал да на нем не холодно не жарко то есть мороз ты садишься в минус 30 он сразу принимает температуру тела и тебе уже хорошо вот именно с алькантаре да да и точно так же соответственно в жару на улице может быть плюс 30 а например у вас черный автомобиль внутри вроде жалко жарко садишь на сиденье тебе тоже комфортно на кожу черную сесть из кашнистовый автозапуск или еще что-нибудь о как хорошо выруливает так что там не я не могу а вот поближе до уселся тут электрика вот это мне радует что уже так ну за восемь с половиной ты уже должно быть мы по тому же маршруту на дизелек довольно тихо да реально я вот слушаю этот на руль ну каких-то вот вибрации там пока ничего не слышно так ну вот 40 36 35 ну тут по-другому да ух как он тут педали рессе ну да здесь 600 ньютонов педаль по рессе это чуть-чуть трогаешь на бум а коробка здесь какая восьмиступенчатый гиды трансформаторный автомат марки зато вот она и по-другому счет привод постоянный полный то есть 10 дифференциал торсона то есть тот самый легендарный привод квадро это полностью механический то есть он 66 3 состоит по умолчанию у него крутящий момент распределяет 60 на 40 60 на задней 40 на передней вот и соответственно при пробуксовки может перемещаться например то и задние колеса вас пробуксовывать то может до 80 процентов кинуть на переднюю ось точно так же на заднюю плюс он сам блокирующийся то есть ездят на бездорожье выехали может заблокироваться чтобы понимали когда свое время toyota motor купили в лицензию на производство вот этого дифференциал торсона и вам по сей день ставится на грузера то есть точки зрения внедорожного потенциала как бы это может немножко абсурдно и звучало q7 потенциал хороший но единственное что нужно будет подготовить ну как не начать с колес поставить сюда колеса привод вот в этом плане все выдержать точно распределение там право-лево все у него то есть да то есть при поворотах но время там внутреннее подтормаживание внешне и быстрее там все это курсовой источности все это до вплоть до того что еще бывает задней патруль еще подвеска тоже фишка интересного на данных машин уже доступны тут вплоть до того что даже если мы с вами возьмем вывесим три колеса 3 дамы составим только одну в зацепе она на одном колесе поедет ну это как бы сейчас это обычное дело то есть но это это ну и дня у кого-то решаясь помощью электроники здесь за счет механики мышки просто имена организации ну я вот вчера буквально ездил на skoda там с этой самой skoda experience мы проводили там вот там как раз эти проверки в том числе оставляет одно колесо а3 под роликами крутятся газку добавляешь она съезжает вот проблема который я где-то видел не могу найти сейчас в ю тубе кто это снимал проблема была про volvo xc 90 что она не справилась вот реально с одним колесом не захотела ехать не как вот вроде бы тоже хорошая там безопасная удачная машина а вот с внедорожными что-то вот ищу сейчас этот ролик не могу найти длинный большой тест сравнивали несколько разных автомобилей в том числе и q7 там был ну то есть бэха была по мою x5 этот вот туарег много-много вот одноклассников примерных и вот как оказалось volvo что-то она продула все эти тесты а audi оказалось самой комфортной ох какой хороший движок вообще вот вот дизель этот трехлитровый ну прям что в туареге меня что в x5 что тут прям но елки это вот мое такое там-то он хороший бензин но здесь прям совсем ну прям очень хорошо не знаю мягенькая потом такой рост в телу летаешь так вот аудио типа ну это субъективным тем не менее что она самая комфортная но в том числе вот по подвеске было там против всяких этих историй и проходимость мой как раз ой 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 да он рессе но он 300 тут да тут конкретно прям у настройка видимо и плюс видимо этот коробка точно она по-другому работает да тут теперь то не знаю вот не уступает она бахи ну такой мое какое-то субъективное я имею виду по динамике прям очень хорошо двигаем даже динамик разгон плюс-минус одно и то же да но вот ощущение я имею ввиду что вот то есть бывает так что машина разгоняется может даже на секунду медленнее но то что ты летишь кажется тут мы есть такие того что она как там маневрене как-то быстрее бывают такие обманные а все же все равно связано с ощущениями за рулем то есть как ты вот чувствуешь она может быть там супер-пупер раз прекрасно если ты в ней себя не чувствуешь человеком то здесь уже подогрев я чувствую да сразу как раз сколько там плюс 11 мне но это очень комфортно такая у меня тоже я у меня меньше плюс 5 меня включается автомат подогрев руля тут тоже мелочь кажется но это настолько кайфово садишься уже приятно сидушки подогревает руль греется ты едешь всем в комфорте и а сейчас фишка да все машины так как у нас недоступен обогрев лобов стекла не все у нас вебаста едут и там можно настроить фан-контрол так называем поставить это приложение ставится телефон из телефона можно запускать вебаста дизель или и на бензин тоже едут вебаста не только только дизель на наличие если говорить о бензин вообще сейчас есть 7 бензиновый россии не поставляется я полез конфигуратор смотрю этот самый только там объем продаж были чит один процент ну какой-то такой прям бензин за куда бензиновых автомобилей поэтому они приняли решение зачем сертифицировать в обновленном кузове бензиновый мотор если они не продаются что мне важно допустим пересаживаясь с легкого кроссовера на уже тяжелую машину ну достаточно до относительно тяжелые не не получить вот эти вот ощущение зила 130 130 да вот скажем какая у меня что меня останавливает с туарегом ну правда я вот ездил на нем только зимой но там стояли шипована хорошая резина все там это я по асфальту там мне очень не понравилось она тяжелая вот именно прям я после кодиака сил и чувствую что мне прям надо вот заранее тормозить она не тормозит вроде тормоза всех схватывают но она настолько тяжелые и прям тащит вперед и я как-то был ну стрёмно мне я прям каких-то в обычных таких позициях думаю я как обычно там еду как вот на кодиаке там то есть у меня мне надо заранее прям прям чувствуешь тяжесть чувствуешь тяжесть вот в боевые такое не почувствовал в x5 чувствую что тяжелее но там с тормозами все нормально и вот мне хотелось бы понять как вот здесь на русе не мой потому что это очень такой сейчас пока я на свою сажусь она такая и поехал а вот не хотелось бы пересесть на то что как будто хоть мне уже 50 но я еще далеко не дедушка в плане том что там хочется иногда и нажатии именно вот ощущать что ты видишь как то на не тяжелом чем-то минут тишина а здесь стекла тоже двойные дали сюда тишина проекция также на праву да хорошо вот показывает быстрее кстати вот первый раз и когда ездил как-то думал ну зачем она там вот это вот нет реально вот когда когда нормальная проекция вот как вот это вот четко все прям видно то есть нет смысла опускать глаза сюда вот при контроле скорости да прям удобно мне понравилось то есть такая фишка тоже он тут и реакция прям прям почти моментальная вот прям такое очень хорошо очень нравится мне шумка очень вот прям без вопросов колесики там немножко слышно кстати что на q5 что она здесь на q7 очень достойная у нас машины в штатной шумоизоляции не добавляйте да ничего просто некоторые бренды этим употребляют да потом говорит нет ничего не делали а садишься в сток а там ну реально ох как приятно камера 1 до нет ну тут конечно вот казалось бы тяжелее машина те же лошади но дизель крутящий моментом низов конечно подходом прям по-другому по-другому вот чем не умны как бы видимо нравится и также в эту пас динамикой отлично нет вот если конечно выбирать я взял трехлитровый дизель безусловно по ощущениям там сколько момент в купе там денис не помнишь вот сейчас четыреста двадцать тридцать еще посмотрю кстати интерес а здесь еще судору 600 ну в два раза на да там сейчас скажу мы прямо он даже меньше 370 370 а тут 600 до ну вот они ощущаются не лошади вот именно этот прям реакция быстрая какая тоже хорошо перестроение казалось бы 5-метровую да да длинная тяжелая машинка очень прям никуда и не ведет ну после после вот этого кивка именно вот этого раз прям четко ты коре ну за рулем она следует после этого поворота ты же обязан выровнять руль ну чтоб не потерять контроль на то она прям за ним и вот на скорости немножко о-хо-хо-хо очень послушно реально нет мне тут даже больше понравился на x5 вот эти вот отработки реально она почетче из на пневме то есть она пневме да ну вы знаете да что для бмв пневму это что-то новое но с точки зрения если все четыре колеса это для них вот как раз это вот только на этом кузове x5 да в предыдущем кузове по ним была только на задней оси соответственно пока нареканий нет все хорошо но и статистики соответственно маленькой то есть там уже там более 10 лет это пневмоподвеска используется и все счастливы все рады она не ломается все знают мне тут прямо возвращается вот прям за рулем нет никаких каких-то отклонений вот ну чуть-чуть таких да и когда бывает что ты и ждешь раз назад вернул она так немножко подвиливает нет тут во первых электроника наверно плюс подвеска четко отрабатывает шикарно тихо вообще вот при ускорении и этому все еще пока в комфорте да вот больше даже и не надо ну смысле вот вот так вот ты когда едешь ускорение очень шикарно даже нет какого-то не понимаю сейчас будет педаль там пас еще острее там то-то мне как-то а что с подвеской происходит она жестче становится еще до машины ниже приседает становится жестче опять же да то есть на трассе свыше 120 километров в час неважно в каком положении вас находится автомобиль комфорте либо динамики он еще на полтора сети метра приседает на нем есть примеру вы едете в режиме на спортивном режиме свыше 120 она еще еще присядет и будет даже посвят 165 это водол автомобиль именно пневмо да да то есть она будет прям как легковая машина то есть это такой длинный 5-метровый универсал просто идеально держит дорогу ну вот нет конечно хотелось по трассе проехаться ускорить даже пальцем дотянуться назад сдувает ну давай вот до беженами у нас в общем тут правом нижнем углу пока что об нем начинает приседать сейчас руль станет тяжелее заметить руль до этого да вот не сказал сам себе комфортный руль нормально ничего не тяжело отличие такого вот прям я не почувствовал как с небольшого седана на такой уже длинненький кроссовер она такой уже ну дайте дайте мне свободу как он у мигает да да я не зря дайте дайте мне свободу ой-ой-ой-ой как дернуло хорошо да да не ну даже не было сомнений никаких просто вот ощутить это прям как будто так вот зад подсаживается да так а передок поднимает ну такое ощущение ускорения как но все-таки ставлю свои пять копеек прокодиак это у меня было у меня стояла еще зимняя резина мне подарили шипы а я купил ее в конце февраля и вот я просто кайфовал у нее старт очень хороший до 60 там примерно там 39 секунды где-то так дальше она немножко начинает терять вот этот старт и работа электроники там шикарная и вот там тоже такой вот я помню на светофорах вот она привода еще вот это вот шипы по там очень достойно работает это вся устойчивость на курсовой устойчивости то есть вот это вот конечно слабее но безусловно там но там тоже восемь с небольшим секунды ну секунда там с лишним разница но вот этот ощущение старта очень кайфово и здесь еще более она выраженная такое там даже не то что со старта дизель то он хорошо и уже в движении шпарит то есть вы на электроавтомобили видимо еще не катались катался на немножко проехался над если там там сидела нас пять человек это вообще по барабану сколько ты едешь он нажал и прям да это был на этом на презентации и трона вот и как раз таки известно дровинску антон емельянов ехал передо мной на восьмой бензиновая 340 лошадей мы с ним на рациях вот я на и тронем прямо за ту персин да прям вот как до газели примерно такое же расстояние мы с ним на рация такой в пол синхрон нажимаем налево сейчас она секунду немножко так 50 добавляем ну вгрызается вообще в грязи 70 выходили с поворота 70 грызается реально здесь вот вообще очень ну вот сток мм на повороте вообще ноль таких вероятностей что она сейчас уйдет ну дасть когда ощущая что вот вроде пошла 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 вот ты и начинаешь не тут вообще никаких только добавляй в путь шика 100 километров очень-очень достойных макдональдс и короче мы с ним до 70 вместе нажимаем педали в пол я просто как раз ему прижимаюсь то есть он даже не у нее даже возможности не было от меня уехать я его отпускаю на и троне да он так и давит то есть он ногу с педали газа не убирает я ногу с педали газа пускай откатываюсь назад опять полк опять его прижал шикарного электрические машины но реально будущее может а сколько она да я тоже уже хотел следующую как были ты но еще пока рано но что там они 500 километров 300 там ну и пока нас сеть разовьется именно заправок этих реальных работающих тогда уже ну или 10 наверное все будет за там году дать обещать что все будет хорошо но уже к тридцатому есть и производители которые вообще откажутся от бензина все перейдут на этот на электро заметьте и также да сейчас тут на диванчик еще сзади расположусь я просто мне у меня сейчас перед глазами воспоминания точнее вот x5 это я понимаю что это мне нравится больше там меня останавливала именно этот сидушки сзади когда просто коленки у тебя сидишь как на жердочке вот сейчас здесь хотел попробовать ну вот здесь кстати как вот еще поднято дениса как опускается не поднимаются у вас сложу такой вот ну вот это кайф соответственно зад вперед все перемещается вот сил вот еще немножко поднять вниз конечно но тем не менее здесь вот просто вот сразу видно что почти лежат у меня ноги на бэхе вот так вот реально но я не хочется там восемь с половиной давать когда понимаешь у тебя у тебя будут так вот сидеть сидеть эти самые пассажиры да сам вот я много сажусь работают на за компьютером и так далее вот сижу сзади там перекусывали что здесь вот реально вот за собой метр девяносто три у меня даже с здесь с крышей да я имею ввиду над головой все нормально ну вот тут полноценное место сзади для высокого человек получается те же деньги да ну вот восемь с половиной x5 мне тоже говорят с хорошим же комплектации там с этой с адаптивным и так далее но вот если так это брать если сейчас все было да но вся эта электроника ну вот те же деньги но реально мне нравится больше здесь что уже 4 до 4 зоны клина 4 также управление оттуда возможно то есть войти может управлять соответственно сами сидеть управлять обогрева включая себе трех режимные ну или выключиться всем воздуховоды расположены в ноги в торс и также в стойках еще присутствует это тебя мелочи но приятно сенсорное включение света ну вот это стекло металл вот единственно что меня тут вот вот это вот это единственное что не устраивает машине и не моды вот это вот а когда ждут что-нибудь обновление какой-то а я думаю же никогда не буду на я думаю что дальше уже будет просто электрические машины на самом деле поэтому если вам импонирует дизельный мотор мне кажется надо брать прям ближайшее время потому что город все заметно электричество про расход не сказал вот у дениса спрашивают 10 литров ну по городу да по городу да 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 естественно как бы вот в таких толкучках так далее что на купе там на бензине те же 10 литров что здесь на дизеле трехлитровом те же 10 литров ну для такой машины мне кажется это отличный показатель ну и плюс она то есть этот мотор поверь проверенный временем да то есть это не новая разработка аудио всеядное реально дизельное топливо на любой заправке может заправляться но главное не печным разумеется вот будет поглощать и ездить понятно то есть не не остро реагирует на него понравился мне q7 конечно вопросов нет ну вот во всех машинах которые я вот ну таких больших уже попробовал смотрите туарег трехлитровый дизель я ездил до бмв x5 вот это обновленное тоже на трехлитровом дизеле и теперь x7 на этом трехлитром дизеле по-разному себя ведут машины совершенно и вот что получилось значит внешне мне конечно всего ближе это x5 то есть ну вот это мечта поэта да вот в моем понимании это x5 внутри x5 ну что-то как-то ну не мое еще задний этот диван очень маленький узкий жордачка такая снаружи для меня это x5 внутри вот это вот это значит туарег а как едет это q7 вот как их симбиоз какой-нибудь сделать так что понимаете чтобы все это срослось q7 отлично шикарно мягенько в поворотах класс реакция там мне понравилось больше чем на бэхе вот ну вот это вот панель причем q7 8 с половиной стоит примерно так же как и x5 самый дешевый дешевый из них туарег там за 6 стоя себе в конфигуратор набрал там все как бы все то что как бы мне хотелось это 6 то у меня получилось ну то есть на два с половиной миллиона дешевле вот но вот поездовым ощущениям и по внешним я вам объясню что делать